Наши друзья, наши коллеги находились в тюрьме, потому что если мы посмотрим на уровень репрессии, который происходит сейчас в Беларуси, то это можно сравнить со всеми репрессиями со времен Сталина в нашем регионе. И когда мы начнем говорить про примеры насилия, которое происходит в тюрьмах, мне кажется, что в Европе такого не видели. И я сама две недели была в тюрьме, и это не выключение, тебе не выключают свет, ты не можешь спать. Тебе не садят в камеру других людей, чтобы ты не знал, что происходит в мире и вообще в твоей стране. Тебе могут не давать еду. Люди в камерах на четыре человека находятся в шестнадцатером, двадцатером. То есть это ужасные условия. И вы знаете, что мы и наша борьба, она продолжается, пока все эти люди не выйдут на свободу. И здесь важно проявление солидарности всех наших коллег, всех наших международных партнеров, чтобы как можно больше людей говорило о том, что происходит в Беларуси. Потому что ситуация, которая есть сейчас в нашей стране, это ситуация не только в Беларуси, дорогие мои уважаемые люди, которые живут в Польше. Это ситуация всего мира, это безопасность всего мира. И ситуация с соболётом Рене показывает, что мы не можем молчать. Потому что под угрозой сегодня демократия и в ваших странах, это ценность, которая есть у вас, но мы не можем её потерять. Потому что та, на мой взгляд, достаточно слабая позиция, в том числе Европейского Союза, по отношению к авторитарным странам, она сейчас проявляется в том, что мы видим в Беларуси. Потому что авторитаризм не только в Беларуси, он есть и в других странах, но он всегда знает, что ему простят, что за санкциями будет прощение. И 26 лет в нашей стране происходили эти издевательства. Сейчас на пике мы должны быть все сильными и освободить всех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах, потому что они, кроме того, что имеют отличное от власти мнение, больше ничего не сделали. Их вина в том, что они не поддерживают Александра Лукашенко и их политику. Не может быть репрессии, преследования за инакомыслие. Мы уже переросли давно эту эпоху и эволюционировали, но только диктаторы в наших странах этого не понимают. Так вот наша борьба с помощью вашей солидарности, с помощью вашей поддержки будет продолжаться, пока в нашей стране не будет свободных выборов, и мы будем участвовать в принятии решений на все ходы. Пересмотра глобального подхода к диктатурам и территоризмам во всем мире нельзя победить территоризм в Беларуси. Потому что если мы посмотрим на исторические события, которые происходили в последние 10 лет, и то, что упрощали Лукашенко, то, например, миллионы уйгуров в Китае находятся сейчас в концентрационных лагерях. Но это не мешает Европе, США вести бизнес в Китае. Мы видели ситуацию с конфликтом в Грузии, после которой произошел перезапуск отношений США и России. Мы видели после Донбасс и Крым. И это все прощается. И, дорогие мои коллеги, Европе грозит авторитаризм, если мы будем смотреть на проблему в Беларуси в отрыве от мирового контекста. Так вот, давайте как политики, как люди, которые влияют на повестку, будем думать про мировой авторитаризм. И тогда, наверное, мы можем говорить о демократии в Беларуси. И мне кажется, что сейчас как раз время задуматься над этим, потому что мне кажется, что Европе и США тоже это угрожают. Продолжение следует...